Всем привет! С вами Алис, канал Берли Лапсёнь, Глядан Камных и Землетрясениях. Начинаем обзор солнца. Как обычно, включаем наш кинотеатр и смотрим, что происходило за последние часы на нашем светиле. Ну вот здесь вот было видно, что какая-то вспышка происходила в районе 10-11 часов, но она очень-очень такая скромная. Вот видно, в 11 часов было выделение и полетела плазма вверх. Ну вот здесь, судя по всему, висит протобиранец над солнцем на 12 часах. А так, в принципе, очень-очень тихая, спокойная ситуация на нашем светиле. Давайте посмотрим последний кадр, что здесь говорит. Ну вот здесь даже и толком не видно этой плазмы, настолько она слабая, это было выделение. И вот здесь вот, пожалуй, самая наиболее сейчас напряженная активность, это в районе 12 часов, судя по всему, там состоится отрыв протобиранца. Так, ну а теперь давайте посмотрим на показания прибора. И как это неудивительно, у нас практически прямая линия, максимальная C3.05 за последние сутки, да и за трое суток. C5.44, это уже ничего особенного. Вероятности упали. С-класс 95%, М-класс 20% и Х-класс 1%. По вспышкам мы видим 52-я зона и вот какая-то зона с прочерком. Давайте посмотрим на зоны на нашей планете, что там происходит сейчас, активные зоны какие. И вот 59-й дали номер, молодцы. И еще дали номер вот здесь 60-й практически на экваторе. Зона вот это 35.55, интересно, она практически на экваторе. Смотрите, суть по всему она прорастает довольно-таки мощно в настоящий момент. Давайте глянем на статистику. 8 пятен в ней. Но всего сейчас мы видим, что активных зон 9 и 34 пятна они составляют. То есть понизилось количество. Вот эта вся группа пятен отвернулась от нас. Ну а здесь видно, что довольно-таки жиденькая такая активность в этих конгломератах на 8 и 10 часах. Давайте глянем, что у нас по поводу дыр. Нет дыр, понимаете, есть протуберанца вот здесь вот висящие. Да, вот здесь вот, вот, смотрите, какой красивый. Как будто палочку какую-то положили, да, или, я не знаю, многоножка, тут головастик, тут разбирайтесь. Здесь такое вот раздвоение на конце, почему похоже на многоножку. А вот так, у кого какие ассоциации. Ну, здесь вот еще внизу есть протуберанец такой древообразный. Ну а так, в целом, все довольно-таки тихо на нашем светиле. А по геомагитной обстановке вот доходило до троечки, потом 2 плюс сейчас, но все в салатовой зоне, все нормально и впереди. Ну, здесь будет какое-то возмущение небольшое до уровня 3, даже до четверки не дойдет. Но потом все вернется на круги свая, как говорится, до 21 числа ожидается. По вулканам у нас эти снижения, 43 активных вулкана в настоящий момент, что можно сказать сейчас по извержениям Ибека. Ибека, вот, высота пепла 3 километра над уровнем моря распространилась на расстоянии 5 километров от вулкана. Ну и, соответственно, в северо-пригородах, в северо-Курильске, там какие-то пеплопады наблюдались. Ну, а так у нас по Бакатипетль выброс пепла на 6700 метров, в Уэго-Гутамале на 5200. Ну, а остальных активность вулканов практически не изменилась. Все примерно на одном и том же уровне. А давайте посмотрим... Ой, я забыл здесь... Давайте вместе тогда сделаем. Заработала у нас американская геослужба наконец-то. Давайте посмотрим, какой у нас сейчас уровень активности. Так, неправильно. Какой уровень активности сейчас по данным американской геослужбы? 50 крупных землетрясений, мне тут 4,8. И выше при норме 50. То есть все четко попадание. Давайте посмотрим, какая же активность. 5,7 на Сынвичах островах на глубине 23,4 километра. Вот у нас пятерочка была в Южной Мексике отмечена. Затем вот здесь Андаманские острова, которые принадлежат Индии. 4,8 на глубине 10 километров было. Затем в Восточной Идонезии 5,2 на глубине 46 километров. В Вануату 5,5 на глубине 45 километров. 5,0 на глубине 10,6 километров. Тоже в Вануату. И вот Тонго 5,0 на глубине 10 километров. И ближе к Фидже произошло 6,4 магнитуда. Глубина 219 километров. Ну все это, в общем-то, логичное продолжение активности, которую мы видим вот здесь вот в районе Фиджи. То есть оно немножко сместилось в более северную сейчас сторону. Ну и в Вануату вот здесь с другой стороны тоже мы наблюдаем активность. Если взять статистику, за последние сутки 1,6 произошла. 7,5. 24,4. 93,3. 216,2. Всего 341 землетрясение магнитудой 2 и выше. Общий уровень активности оценен как высокий. И по атомным бомбам это 4,6 атомных бомб энергии выделилось. Вот такие вот у нас новости сейчас о сейсмичности за последние сутки. Давайте посмотрим теперь локальную сейсмичность. Начнем с Аляски, как обычно. Ну здесь Алиутские острова дают 3,0 на глубине 69 километров. А так типичная активность Альсаном двоечки вот так в заливе и в центральной части Аляски. Есть вот и в северной части 2,6 на глубине 4,3 километра. И на границе с Канадой вот здесь вот полтора магнитуды на глубине 3,2 километра. Ой, смотрите как изменилась ситуация на Гавайях. То было здесь в проекции Килауа, а теперь вышло с другой стороны озера. Здесь острова 3,4 на глубине 8,1 километр. И плюс вот это Лойхи, это Мауна, Кеа, судя по всему, с этой стороны. Это Лойхи, здесь 39,8 вулкан. Ну и вообще сам остров стал очень-очень так наполненный. Наполненный сейсмичностью, видите, идет и к Мауну Лоу. Здесь активность и с этой стороны. Ну и основной центр, конечно, происходит около Килауы. Вот такой вот рост активности наблюдается сейчас на Гавайях. Так, давайте теперь посмотрим континентальную часть США. Ну вот в Ашанты ничего нет. В Орегоне у нас двоечка на глубине 4 километра произошла. А вдоль побережья, вот так вот по всей Калифорнии, такой змейкой выстроилась сейсмичность. И заходит даже в Мексику. Здесь 2,2-11 километров. Также на границе с Невадой мы видим активность. Здесь 2,3-11 километров. Западный Техас. И такая вот дорожка в Центральном Техасе. 2,2-9 километров. 2,7-1,5 километра. И в Оклахоме вот здесь двоечка на глубине 3,9 километров. Так, это у нас Южная Мексика дает 5,0 на глубине 46,9 километров. У Пуэрто-Рико в северной части здесь 2,7 на глубине 9,3 километра. И классическая в юго-западной части Пуэрто-Рико. Это была американская геослужба. Теперь переходим к основной карте. Что мы здесь сразу видим? Вот это вот уникальное редкое землетрясение, которое происходит в проливе Ла-Манш между Францией и Великобританией. 3,6 на глубине 2 километра. Так, здесь вот интересный комментарий в Телеграме написал Алексей Покровский по этому поводу. Недаром на новогодние праздники закрывали подводный тоннель, ведущий им на материк. Видимо, были предпосылки. По данным СМИ интернета, даже было частичное подтопление тоннеля. Интересно будет посмотреть на дальнейшее развитие этой ситуации. Глубина 2 километра, это явно, что там не очень все хорошо. Но если мы возьмем вообще Францию и посмотрим за последние месяцы, то как-то там вообще активность. Да, вот в этой зоне и в Альпах тоже активность довольно-таки высокая в настоящий момент. Спасибо вам большое за, Алексей, комментарий. Да, плюс, если мы говорим про Альпы, здесь же вот эти трансальпийские тоннели железнодорожные тоже, вот это вот самый длинный, перекрыт уже там полгода тоже из-за того, что вода просачивается, да. Вот такие вот процессы происходят. Так что вот все неоднозначно в этом регионе сейчас и надо наблюдать, наблюдать с осторожностью. Чем же это все закончится? Видите, здесь и на границе Германии и Австрии, тоже 2,9 на глубине 5 километров. И в Восточной, вот в Свейцарии продолжается 2,9 на глубине 7 километров на границе Германии. Здесь двоечка, причем двоечка в какой-то горе прямо, прямо в горе, в Юрских горах, там на высоте 1 километр. Может быть, что-то взорвало. 2,08 километра в Центральной Италии, Сицилия 2,2. Еще хочу обратить ваше внимание на ситуацию в Алжире, на севере. Здесь тоже, смотрите, мерцающие землетрясения 3,3,12 километров, 3,4 на уровне моря, 2,7. Вот, район Гибралтара, тоже мы видим постоянную активность. Канары, Азорские острова, вот, наполнено у нас землетрясением Греция. Причем по западу, здесь установлено 3,2, 3,6, на глубине 10 километров к западу открыто. Ну и ближе к Турции, здесь 3,7-15 километров, а по западу Турции мелкие землетрясения также по северу. И мы видим отчетливый рост, вот где вот эта семерка. Здесь 3,7-8 километров, 4,1-5 километров, 3,6-3 километра. То есть, активность идет по нарастающей, она не стихает, а готовится, так сказать, отмечать годовщину. Так, Северный Афганистан тоже не стихает, стихается 4,1 на глубине 209 километров. Андаманское море 4,8-10 километров. Камчатка молчит, но вот Южный Курил дает 3,8 на глубине 80 километров. И вот Япония у нас здесь продолжение, да, теперь на полуострове 4,5 на глубине 11 километров, 4,3 на глубине 10 километров. Ой, тут, да, забыл, тут же комментарий у нас есть. Давайте почитаем комментарии. Юзер HB2 пишет, это что-то новенькое, что река Ангара проходит через весь Байкал. Река Ангара берет начало на юго-западной оконечности Байкала. Так, я что хочу сказать, что вы, конечно, все правильно говорите, что в соответствии с географическим понятием река Ангара берет начало вот здесь вот. Но обратите внимание, если опять мы переместимся сейчас. Я просто хочу, чтобы вы поняли суть. Если мы переместимся и возьмем вчерашний пример с рекой Тичиной, да, Тичина вот река, то большинство северных итальянцев считает, что она вытекает от озера, из озера Маджора и течет вот сюда, вот до Павии, вот так вот, вот ее течение, потом сходится с По и течет до Адриатического моря. Вот, но локальные жители знают, что есть и верхняя Тичина, да, так же, как и верхняя Ангара, вот, и эта Тичина, она берет начало вот здесь вот в кантоне Урии у Андермана, а Андермата, извините, города Андермата. Кстати, в этом местности, у Андермата, самое интересное, там берут начало 7 крупнейших рек Европы, представляете, берут начало в одном и том же месте, включая такие реки, как Рона, Арейн, Ройс, Тичина, там же все практически в одном месте. Там квадрат 20 на 20 километров, там даже есть такой трейловый бежеходный путь, путь называется Исток Семерей, вот. Так что, вот так вот, Алексей Покровский пишет, Алекс, вокруг Байкала очень много названий, связанных с Ангарой, но есть одна река Ангара, которая вытекает из озера. А то, что вы указали в северной части, это верхняя Ангара, есть еще нижняя Ангара и несколько рек, у которых название начинается на Ангаре. Так что, можно легко ошибиться, что река Ангара протекает через весь Байкал, это все неотъемлемые части Байкала, как-то так. Так, всех с Крещением Крестовым, здоровья, мира, добра и большой надежды на будущее, лайки и сердечки, как обычно. А здесь, чтобы для вашего понимания, смотрите, давайте посмотрим, вот Тичина, да, и мы обратим внимание, что здесь вот такая ледниковая долина, да, остатки, вот ее, вот по ней течет как раз верхняя часть реки Тичина. Вот, если мы возьмем Рейн, то то же самое, если верхняя часть Рейна, которая впадает в Боденску озеро, а есть река Рейн, которая вытекает из Боденского озера. Понимаете? Чувствуете? Параллели. Давайте вернемся теперь на Байкал и посмотрим. Давайте вот сейчас, так, надо чуть увеличить, что долго будет. Вот озеро Байкал и, смотрите, то же самое, как в Тичине, мы видим. Что это такое? Это ледниковые долины, да? Вот здесь вот было скопление льда когда-то. Здесь какая-то долинка идет. Я не говорю, что озеро, в него только просто втекает одна река Ангара и вытекает она. Нет, то же самое и в озеро Маджора, в Италии, там много рек туда втекает. То же самое и здесь много рек втекает в Байкал, а вытекает одна. Я хочу вас обратить внимание на самую суть, что озеро ледникового происхождения, то же самое, как и Альпийские озера, один в один, ничем особо не отличается. И всякие фантазии про плиты здесь вообще никак неуместны. И то же самое и в Африке мы можем найти. Вот, вот с этими озерами те же самые параллели мы можем найти. И можно вот эти в Канаде тоже озера тоже рассмотреть, понимаете? То есть это не уникальное какое-то событие. Так, ладно, давайте дальше. Да, вот еще здесь комментарии от Алексея. Спасибо, что это Эгейское море действительно стало очень активным. Все-таки сейсмичность вокруг Турции сильно провоцирует активность в округах. Это мраморное, Эгейское, Черное море. Своеобразная раскачка идет. Ну да, потому что как раз наибольшая активность возникает на границе между сушей и морем. И поэтому ничего удивительного здесь нет. И вот такой хороший вопрос от GoHead7 пишет. Насколько опасны могут быть землетрясения в западной части Кавказа? С одной стороны горы, с другой стороны черноморские подводные вулканы. Вроде бы как все тихо, но у нас есть набор предупреждающий об активности региона. Грязевые вулканы, горячие источники. Если как-то эти горы выросли, почему они сейчас молчат? А потому что взяли передышку, да, и вот если взять, то здесь основным хозяином является гора Эльбрус. Даже когда вы находитесь в Пятигорске, вы видите, насколько он возвышается над остальными всеми горами. И, соответственно, вот здесь вот очень высока вероятность крупного землетрясения в западной части Кавказа. Все вы правильно абсолютно описали. Там есть и вулканическая активность в Черном море, и подводные вулканы. Там же есть и вот Таманский полуостров с действующими грязевыми вулканами. Все это говорит о том, что вот эти вулканы крупные, они не спят. Они не спят, они просто отдыхают. Так, юзеры G9 пишут, благодарю за обзор. Три сердечка, спасибо вам большое. Виталий Штолик пишет, спасибо. Так, Ольга Шаламова пишет, история, конечно, изменена, потому что территория проживания славян как раз была Европа. И в Германии также названия режут слух. И у божеств, и трусков одежда прям славянская, вплоть до кокошников. Да, абсолютно верно. То есть славяне, судя по всему, изначально жили вот в этой территории. А потом уже как бы их немножко сдвинули, да. И сдвинули, скорее всего, Норвегии. Потому что, почему, я так думаю. Потому что у норвегов сама философия, да, там, как выглядит мужчина. Для мужчины, что самая главная цель в его жизни, это погибнуть в бою для норвегов. То есть для кого такая философия характерна? Для завоевателей. Завоевателей, понимаете? То есть у них с детства воспитывают, что ты воин, тебе надо завоевать. Тебе не надо там что-то закопаться в огороде, выращивать скот. Пойди и завоюй все это. Вот такой подход. Так. Хопхейлалай пишет, как всегда, благодарю. Спасибо большое. Оксана Шевченко пишет, спасибо, Алекс. Отличный комментарий сегодня. Всем большое спасибо. Давай теперь посмотрим Филиппины. Ну, в южной части здесь 5.0, на глубине 22 километра, 4.6, 30 километров. Здесь в Целебском море практически сверхглубокое 4.3, на глубине 4.183 километра. Ну, вот Соловейся вчера тоже разошлось. Размещал пост 5.2, на глубине 37 километров. 4.4, 104 километра, 3.8, 103. То есть, смотрите, активность потихонечку начинает, как бы из паузы выходит. Западная Суматра 4.9, 52 километра, 3.4, 10 километров. Как-то затихла Ява с островами. Здесь Тимур только 2.9, на глубине 10 километров. В Австралии тоже особо активности нет. Моребанда 4.1, 130 километров, 3.9, 10 километров, 4.0, 26 километров, 5.5, 43 километра, 5.0, 51 километра. Здесь уже ближе к самому, 5.0, 10 километров. А Тонга, вот самая крупная за последние сутки, это 6.4, на глубине 207 километров. В Новой Зеландии здесь у Кермандек 3.4, 400 километров, у Северного острова Тройки, здесь не глубокие 14 километров, а в центре острова 3.5, 107, 3.3, 75 километров, 3.2, 169. У Южного острова здесь 3.9, 61 километр. Так, к югу от Австралии, в самой Австралии нет, а вот к югу 4.6, на глубине 10 километров. В Африке ничего нет, в Канаде тоже, Америку мы разобрали, давайте. На Карибах, кроме Пуэрто-Рико, ничего нет. Мексика, вот на северо-западе здесь заливе, да, здесь вулканчики все играются, 3.9, 10, 3.6. У Тихуана здесь 3.6, 2 километра. У Колемы троечки активность, Акапулька, вот здесь у залива 5.0, на глубине 27 километров крупнейшие. Ну и на границе с Гватемалой здесь тройки, вот 3 километра, 10 километров. А на Материке здесь 4.2, 185, 3.7, 116 и 3.3, 111. Есть неглубокие троечки в Сальвадоре, Никарагу, Коста-Рике. Север Южной Америки молчит, ну вот север Чили здесь есть активность 3.7, 108 километров, 3.5, 97. На побережье вот есть 3.6, 55, 3.2, 41. Ну и более глубокие в Аргентине 3.6, 229 километров. Сан-Хуан здесь дает 3.4, 10, 3.1, 10, 3.1, 6 километров. Сан-Диаго 3.0, 44, Концепсион 2.8, на глубине 28 километров. Ну и Сан-Двичьи острова дает 5.7, на глубине 25 километров. Вот так, ну это вот основные события на основной карте. Давайте перепроберим по Европе. Ну здесь средней глубины и, мне кажется, повышается активность район Канар. Конечно, Гибралтар у нас, ой, извините, не Гибралтар, а Ла-Манш в топе. Север Алжира, Греция очень активно, восток Турции, юго-восток Турции. В Афганистане продолжается активность, Южный Курил и Япония. Здесь Южные Филиппины, Антаманские острова. Так, давайте посмотрим. Теперь через экваториальную зону зайдем. Здесь запад Суматры, море Банды, запад Папуа. Вануату, Фиджи, Новой Зеландии. Северный остров начал просыпаться потихонечку. Давайте посмотрим, теперь Америку еще перепроверим. Здесь Орегон, Техас, активность Калифорния, северо-запад Мексики. В Южной Мексике активность высокая. Немножко вот здесь по странам Латинской Америки. Ну и северная Чили, северная Аргентина. Здесь классическая активность, а также как и на Сэндвичевых островах. Ну давайте закончим с швейцарской базой данных. Здесь мы видим на юго-западе страны активность. В районе опять Монблана. Ну и долбит здесь в одну точку, вот в эти, в кантоне Грау-Бюндене. Вот это Лейзер Хайда. Здесь глубина 9-7 километров. Магнитуда где-то около двоечки. Но все практически в одной точке набивает. Ну что, на этом все. С вами был Алекс, канал Береглаб. Отличного продолжения.